Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, одной из актуальных проблем травматологии и ортопедии является проблема адекватного лечения травматических повреждений. Это обусловлено тем, что развивающееся внутриполосное воспаление имеет особенность течения вследствие строения структур, участвующих в реакции, а также в связи с формированием определенной пространственно-буферной зоны, которая приводит к развитию посттравматического воспалительного процесса с угнетением репаративных процессов, что ведет в последующем к развитию необратимых дегенеративных дистрофических изменений и развитию инвалидизации. Немногочисленные литературные данные доказывают значимость процесса свободно-радикального окисления и цитокиновых реакций в развитии посттравматической альтерации, однако их роль изучена недостаточно. На этой основе не разработаны адекватные патогенетические методы диагностики и лечения данной патологии. В связи с этим целью исследования явилось установить патогенетическую взаимосвязь системы киметополических расстройств с характером нарушения структуры и функцию установок реча синавиальной оболочки и субхондральной кости в динамике посттравматического артрита, и на этой основе обосновать новые принципы лечения. Дизайн исследования Исследования включали два блока экспериментальный и клинический. Экспериментальная часть Были проведены исследования на 224-х нелинейных крысах, которые содержатся в стандартных условиях вивария. Была выбрана модель травматического повреждения на белых Исследования выполнялись на 3-е, 15-е, 28-е сутки эксперимента. Животные были разделены на 8 серий и включали 3 блока. В первом блоке оценивалось развивающиеся патологические нарушения после травматического повреждения сустава. Во втором блоке оценивалось влияние на развивающиеся патологические процессы стандартной НПВС-терапии не миссулидом, а также влияние озонов в качестве монотерапии в комбинации с НПВС. Третий блок включал влияние, оценку влияния антиоксидантной терапии токсидолом в качестве монотерапии в комбинации также стандартной НПВС-терапии не миссулидом. Клинический блок исследования Под наблюдением находилось 104 пациентов с травматическими повреждениями Большинство пострадавших приходилось на молодой возраст от 18 до 35 лет По социальному положению большинство пострадавших это работающие люди и спортсмены В зависимости от времени получения повреждения Большинство случаев приходилось от 1 до 15 суток В зависимости от характера повреждения Наибольшее количество приходилось на повреждения менисков Посттравматический гемоартроз, синвит, а также субхондральный перелом костей В зависимости от применяемых методов лечения Пациенты были распределены на три группы Первая – это получавшие традиционное лечение Вторая группа – пациенты, которые получали озонотерапию комбинированную внутривенную и внутрисуставную С предварительным лаважом полностью озонированным раствором На эту методику у нас получат патентное изобретение И третью группу получали пациенты, которые получали антиоксидантную терапию Это ксидолом, системную внутривенную терапию с ксидолом Техника внутрисуставной инъекции в послеоперационном периоде Представлена на слайде Методы исследования Оценка процесса свободного ратикального окисления Проводилась по данным биохильмесценции А также определению продуктов липпероксидации И антиоксидантного эзимного потенциала Иммунный статус оценивался по активности фагоцитоза НСТ, середине цитоксидантного коэффициента А также гуморального иммунитета По данным иммуноглобулинов по определению И циркулирующих иммунокомплексов Алексей Николаевич, методы исследования подробно Иммунный статус проводился по данным цитокинового профиля Про противовоспалительных и регуляторных цитокинов Оценка метаболизма коллагена проводилась Цитологическое исследование сеноидцитограмма Гистоморфометрическое исследование с окраской препарата гемотоксилином И тиозиновым красителем С морфометрической оценкой хряща И определение численной плотности хондроцитов Результат исследования При модели иронно-травматическом порождении Развивался дисбаланс сеноидцитограмма Характеризующийся повышением метрофильных лейкоцитов Сохраняющихся в динамике эксперимента К концу эксперимента наблюдался рост тканевых клеточных элементов Макрофагов, синавиоцитов А также дифференцированных клеточных элементов Которые индуцируют каркас свободно-радикальных процессов При оценке процесса свободно-радикального выкисления Выявлен рост Максимальная интенсивность свечения А также фотосума химилиэсценции А также повышение продуктов липпероксидации На фоне угнетения антиказантового потенциала При оценке цитокинового профиля Отмечалось нарушение повышения цитокинов Провоспалительных, неугнетаемых, усиленных Секреций противовоспалительных маркеров воспаления Свободно-радикальная цитокиновая агрессия Направлена на маркеры метаболизма коллагена Приводя к его деструкции Так отмечался рост свободной фракции оксипролина Свидетельствующий об интенсивной деструкции коллагена На фоне этого отмечается К концу эксперимента Значительное повышение белково-связанной фракции Свидетельствующий об интенсификации фибрилогенеза С избыточным накоплением Коллагена С развитием склерозирования хряща Субхондральной кости и синвяальной оболочки Полученные данные подтверждались Морфологическими исследованиями Отмечалось значительное увеличение толщины хряща Вследствие нарастающего отека Узоры, которые доходили до субхондральной кости Деструкция хондроцитов Появление бесклеточных зон Что сопровождалось снижением численной плотности хондроцитов При окраске препаратов теозиновым красителем Отмечалось появление очагов метахромазии Что свидетельствует о разрушении Сульфатированных глюкозаминогликанов При оценке синвяальной оболочки Отмечалось значительное увеличение толщины покровного слоя Диффузно-клеточная инфильтрация Склероз сосудов субсинвяального слоя Что свидетельствует о необратимом дегенеративном перерождении Синвяальной оболочки Полученные результаты исследования Можно отразить в виде следующей схемы Травматическое повреждение Приводит к активации лейкоцитов А также тканевых клеточных элементов Выбросу медиаторов воспаления Что приводит к интенсификации свободно-радикальных процессов И развитию цитокинового дисбаланса Оказывающих прямое действие И вследствие активации лизосомальных ферментов К деструкции хондроцитов, синовиоцитов И внеклеточного матрикса Что ведет к прогрессированию посттравматического оста артроза Который носит необратимый характер Ввиду низких анонатомисиологических репаративных возможностей хряща А также вследствие активации неполноценного фибрилогенеза С развитием склерозирования синвяальной оболочки Хряща и субхондральной кости Следующий блок исследования Включал оценку на развивающиеся патологические нарушения Стандартной НПВС-терапии Внутриставного введения озона и токсидола В качестве монотерапии в комбинации с НПВС При оценке процесса свободно-радикального окисления НПВС-терапия Только лишь к концу эксперимента способствовала снижению Процесса свободно-радикального окисления Однако оцениваемые показатели были значительно выше нормы Влияние озонной терапии было более значимо Нежели при НПВС-терапии И было обусловлено значительной активацией антиоксидантного изимного потенциала Все их применения с этоксидолом Оценивая показатели Приближались к норме В комбинации с НПВС достоверно не отличались от них При оценке цитокинового профиля На фоне НПВС-терапии Оцениваемые показатели цитокинового профиля снижались Однако восстановление баланса цитокинов не происходило На фоне терапии озоном и этоксидолом В качестве монотерапии Влияние на цитокину было сопоставимо с НПВС-терапией В серии с комбинированным введением озона и этоксидол с НПВС Оцениваемые показатели снижались более значимо А в комбинации этоксидол с НПВС достоверно не отличались от нормы При оценке влияния патогенетических методов лечения на метаболизм коллагена На фоне применения немесулида Не происходило восстановление метаболического оборота коллагена О чем свидетельствовали высокие значения всех фракций оксипролина Влияние озонной терапии было более значимо На фоне терапии этоксидолом и в комбинации с НПВС Показатели фракции оксипролина приближались к норме Что свидетельствовало об ограничении процессов деструкции И ограничении избыточной пролиферации коллагеновых структур При оценке синовия цитограммы Терапия немесулидом Способствовала уменьшению выраженности воспалительного процесса О чем свидетельствовало уменьшение уровня нейтрофилов Однако не предотвращалось прогрессирование деструктивных процессов По данным тканевых клеточных элементов, макрофагов и синовиоцитов Терапия озоном и этоксидолом оказывала сопоставимый с НПВС противовоспалительный эффект Но при этом происходило значительное ограничение тканевых клеточных элементов Комбинированные методы лечения приводили показатели синовия цитограммы к норме Оценка морфологических изменений На фоне НПВС-терапии деструктивные изменения затрагивали поверхностную и промежуточную зону С образованием узор При окраске тиозиновым красителем отмечалась демаскировка коллагеновых волокон Вследствие разрушения сульфатированных глюкозаминогликанов В синвиальной оболочке отмечалось значительное увеличение покровного слоя Диффузно-клеточная инфильтрация Тромбоз сосудов Субсинвиального слоя В сериях с применением озона Сохранялась характерная для хряща гиста архитектоника С вертикальной столбчатостью Отмечались единичные узоры, которые затрагивали поверхностные слои хряща При оценке синвиальной оболочки Деструктивные изменения не выявлены Диффузно-клеточная инфильтрация была незначительная В сосудах субсинвиального слоя Слои явления тромбообразования не выявлены При оценке морфологии По данным на фоне применения этоксидола Хрящ имел характерную структуру Значимым эффектом антиоксидантной терапии Явилось в том, что в промежуточной зоне Отмечалось значительное увеличение численной плотности хондроцитов Видено скопление хондроцитов Свидетельствующие об усилении репаративных процессов хрящевой ткани И выявленном хондропродекторном эффекте препарата При оценке препарата с окраской тиозиновым красителем Очаги метахромазия определялись только лишь в поверхностных слоях хряща На фоне комбинированного введения токсидола с немисулидом Хрящ и синвиальная оболочка Достоверно визуально не отличались от данных интактных животных Блок клинических исследований Нами впервые в клинических исследованиях Применена системная озонотерапия Одновременно с местной озонотерапией Которая заключается в лаваже, интероперационном лаваже Полость сустава за нейронный раствор С последующими внутрисуставными инъекциями озона После операционного периода На что было получено патентное изобретение Кроме того, нами также была впервые применена у больных в посттравматическом периоде Пациентов с травматическим повреждением суставов Системная антиоксидантная терапия и токсидолом Патогенетические методы коррекции Приводили к ингибированию процесса свободно-радикального окисления В большей степени, чем традиционной терапии При оценке и токсидол оказывал более выраженное влияние, чем озон На процесс свободно-радикального окисления И антиоксидантный изимный потенциал При оценке иммунологических нарушений Патогенетические методы коррекции Оказывали выраженный иммунокоррегирующий эффект И токсидол оказывал более значимое влияние на кислородозависимые процессы в нейтрофилах А также ингибировал уровень иммуноглобулинов и циркулирующих иммунокомплексов При оценке цитокинового профиля Патогенетические методы коррекции Способствовали ингибированию про- и противовоспалительных цитокинов Терапия и токсидолок была более значима Исследование метаболизма коллагена у пациентов с травматическими повреждениями в послеоперационном периоде На фоне применяемых методов патогенетической терапии Выявило, что метаболический оборот коллагена восстанавливался на фоне терапии токсидолом В большей степени, чем на фоне терапии озоном Приближая и оценивая фракции оксипролина к норме На фоне патогенетических методов коррекции Восстанавливался баланс синовиоцитограмма Отмечалось снижение уровней лейкоцитов А также недифференцируемых клеточных элементов и покровных клеток синовио Функциональная оценка состояния сустава проводилась нами тоже на фоне применяемых методов лечения Что подтверждалось снижением болевых ощущений по визуально-аналоговой шкале Снижение суставного индекса Уменьшение выраженности инвита И восстановление амплитуды движений На фоне терапии с оксидолом Восстановление функционального состояния происходило более в ранние сроки Не отличаясь от контрлатеральных суставов Исходя из полученных результатов исследования Можно сделать следующее заключение Что проблема прогрессирования посттравматического артроза Следует рассматривать значительно шире традиционных представлений При которых в основу заболевания лежало только нарушение конгруентности суставных поверхностей Полученный материал доказывает значимость в развитии посттравматической альтерации хряща Процессов свободно-радикального окисления и цитокиновых реакций Установленных в статерапии немисулидом Воздействие на универсальные механизмы не приводит к восстановлению гомеостаза в суставе Синевиальной среды сустава Что способствует прогрессированию остеоартроза Так как немисулид не воздействует на определенные звенья патогенеза В частности, не ингибирует высокую активность свободно-радикальных процессов Дано патогенетическое обоснование озонотерапии в посттравматическом периоде Так как озон оказывает мощный противовоспалительный эффект Оказывает коррегирующее влияние на биорадикальный потенциал Восстанавливает метаболические процессы коллагенов Способствует улучшению функционального состояния сустава Получено доказательство антиоксидантной терапии Поддержание целостной структурно-функционального состояния сустава Впервые доказан хондропротекторный эффект Этоксидола Что подтверждается повышением численности плотности хондроцитов И отсутствием деструктивных изменений вне клеточного матрикса Наиболее значимая коррекция изучаемых звеньев патогенеза Достигается при комбинации внутрисуставной озонотерапии и антиоксидантной терапии Со стандартной НПВС терапией Это определяет концепцию раннего комплексного ингибирования вторичных процессов альтерации Посредством нового направления внутрисуставного введения антиоксидантов В комбинации с НПВС терапией Что обусловлено потенциированием лечебных эффектов Препаратов, воздействующих на разные звенья патогенеза Посттравматического артрита Получено 3 патентные изобретения на различные методики диагностики и лечения данной патологии Спасибо за внимание Спасибо за доклад Вопросы, пожалуйста, к докладчику Есть вопросы? Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста Какую концентрацию озона Вы использовали при внутрисуставном введении? При внутрисуставном введении мы использовали животным 15 мг Потому что крысам доза выше, а у пациентов 5 мг низкая доза Чтобы не вызвать активацию свободно-радикальных процессов Потому что озон является мощным окислителем А вот так вот некоторые вводят 20-30 мг на литр Есть согласие, мы смотрели, есть методики Но мы выбрали дозу невысокую Потому что доказали, что при травматических повреждениях происходит активация Это как раз процесс свободно-радикального окисления Спасибо за ответ Еще вопросы есть? Вопросов нет? Да, пожалуйста Есть такие работы, мы видели И в Саратове ауто-плазма вводили Есть исследования, да Ну, как вариант дальнейшей нашей разработки Возможно озонировать даже плазму Ауто-плазму, которую можно вводить Спасибо большое за доклад Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому